В соответствии с главой 32-й части 2-й налогового кодекса Российской Федерации, письмами администрации области и финансового управления, в решении Маршанского городского совета народных депутатов от 19 ноября 2014 года внесены изменения в части изменений ставок налогов. Это обусловлено тем, что в 2015 году увеличился начисленный налог на имущество физических лиц. Это связано с тем, что был применен коэффициент дефлятор на инвентаризационную стоимость имущества граждан в размере 1,147 или на 14,7%. Кроме того, на увеличение налога на имущество физических лиц повлияло изменение федерального законодательства. Если ранние льготы по налогу на имущество физических лиц распространялись на все объекты налогообложения, что имеются в собственности льготника, то главой 32 частью 2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также статьей 407 по льготам для граждан, эти льготы ограничены в части одного объекта имущества в расчете на одного льготника. То есть, если раньше у пенсионера было, к примеру, три квартиры, и все они льготировались, то теперь одна квартира. Также по решению области, единой ставки во всех городах. До 300 тысяч рублей от стоимости инвентаризационного имущества установить ставку 0,1%, она так и была у нас установлена в 2014 году. Свыше 300 тысяч до 500 тысяч включительно установить ставку 0,3%, она у нас была такая же в 2014 году, то есть без изменения. И свыше 500 тысяч до 5,5 миллиона рублей включительно установить ставку налога 0,31%. Здесь у нас ранее эти ставки, они были в градации от стоимости имущества от 0,4% до 1,5%. И только свыше 5,5 миллионов рублей предлагается установить максимальную ставку 1,5%. Также отметила Ольга Невякина, что в связи с тем, что коэффициент дефлятора 14,7%, потерь доходов городского бюджета не ожидается.